В этот день 25 октября 1653 года издан таможенный устав, который установил единую пошлину на территорию России. В наши дни отмечается как День Таможенника. 25 октября 1799 года состоялось перенесение с острова Мальта в российскую Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня. Отношения России с католическим мальтийским рыцарским орденом госпитальеров начались еще при Петре I. Этот российский император отправил посольство на остров, чтобы изучить подготовку солдат ордена и их флота. Тогда же фельдмаршала Бориса Шереметьева посвятили в рыцари. Отношения эти из формальных в дружественные превратились при Павле I. Император Павел Петрович посетил Мальту еще в 1782 году и проникся местным рыцарским духом. И когда 17 лет спустя остров захватил Наполеон, а орден принялся искать новое место для своей штаб-квартиры, Павел I и предложил госпитальерам перебраться в Россию. В благодарность прибывшие рыцари даже выбрали российского императора новым своим главой. Вышел такой вот исторический казус. Православный император Павел встал во главе римского католического ордена. И веру он, конечно, не менял. Госпитальеры привезли с собой в Петербург многие реликвии, которые хранились у них веками. Среди них были и десница пророка Иоанна Крестителя, и часть древа Креста Господня. Последняя хранилась в церкви Гачинского дворца. Правда, в пору гражданской войны белогвардейцы вывезли реликвию на запад. А во время Второй мировой она пропала где-то в Европе. Ее до сих пор так и не нашли. 25 октября 1854 года произошло Балаклавское сражение. Крупнейшая битва Крымской войны. 25 октября 1922 года большевистские части вошли во Владивосток. Иногда этот день считают концом гражданской войны в России. 25 октября 1650 года спущена на воду первая подводная лодка проекта 613. Всего их было произведено больше 200 штук. Проект создания массовой подводной лодки в СССР готовились с 1942 года. Но получившиеся варианты не устраивали руководство. Тут на помощь пришла победа в войне. Советские конструкторы ознакомились с трофейными немецкими субмаринами типа 21. Их и взяли за основу нового проекта 613. Уже к октябрю 1947 года были готовы первые эскизы. А через год представили и полный чертеж новинки. Производство подлодки водоизмещением до 800 тонн проходило на четырех заводах. С 1950 по 1957 годы выпустили сразу 215 бортов. В среднем флот получал по одной новой субмарине каждые пять дней. Лодки проекта 613 постоянно модифицировались прямо в процессе сборки. Получилось множество подвидов. Но уже к концу 50-х советские конструкторские бюро подготовили новый проект 633, который заменил прежние субмарины в качестве основы подводного флота страны. Некоторые лодки проекта 613 переделали под исследовательские нужды. Какие-то продолжили служить СССР, России или даже другим союзным странам. А 17 субмарин в 1989 году ушли как оплата продукции компании «Пепсика». И нет, газировку на них не транспортировали. Всего лишь разобрали на металлолом. 25 октября 1977 года утверждено звание «Народный врач СССР». В этот день, 25 октября, родились Михаил Достоевский, русский писатель, старший брат Федора Достоевского. Галина Вишневская, оперная певица, народная артистка СССР. Николай Самокиш, русский художник-баталист. «Я не любитель парадов и ничего художественного красивого не нахожу в этих правильно построенных колоннах». Так говорил один из крупнейших русских художников-баталистов, Николай Самокиш. Он был исключительно внимательным деталем, притом в своих моделях искал не внешнюю сторону, а глубину переживаемых чувств. Даже когда рисовал лошадей, отмечал, лошадь стараюсь изображать не только с наружной стороны, но и передать ее психику. Самокиш написал тысячи картин, он был очень плодовит, но никто не мог упрекнуть его в халтурности. Всю японскую войну исходил с армии, буквально истоптав сапоги, в поисках переживаний, новых сюжетов, героев, как и в Первую мировую, хотя тогда Самокишу было за 50 лет. Серию картин он посвятил войне 1812 года, создав фундаментальное полотно «Подвиг солдата Раевского под Салтановкой». Две малые золотые медали Академии художеств получил за картины «Возвращение войск на родину» и эпизод из битвы при Малом Ярославце. Премию мецената Строганова и большую золотую медаль за работу русской кавалерии возвращается после атаки под Аустерлицем. Причем работал Самокиш и в годы Великой Отечественной, тогда ему было за 80 лет, получил сталинскую премию. Он соединил с собой целые эпохи русской культуры. Таким был этот день 25 октября.